Язвы могут быть болезненным, повторяющимся воспалительным процессом на слизистой рта. И как и при других хронических воспалительных состояниях, повреждение ДНК из-за окислительного процесса может играть определенную роль. Как правило, производство свободных радикалов уравновешивается антиоксидантными. Однако, если концентрация свободных радикалов становится слишком высокой, и антиоксидантные ферменты, и антиоксиданты, которые мы получаем с едой, не могут адекватно компенсировать эти радикалы. Баланс смещается в сторону окисления, что может привести к окислительному повреждению. Окей, то есть у тех, у кого есть повторные язвы, меньше антиоксидантов, больше окисления и больше повреждений ДНК. Да, да и да. Больше прооксидантов и окислительного стресса в их крови. Более низкий антиоксидантный статус и больше повреждений ДНК. Возможно, антиоксиданты могут помочь. Но чтобы знать наверняка, это нужно проверить. 16 мальчикам и девочкам в возрасте 12 лет с повторными язвами давали колоссальные 2 грамма витамина С в день. Это считается допустимым верхним пределом для взрослых. Большое количество вызывает диареи у взрослых, как и 1200 миллиграмм у 12-летнего ребенка. Но все дело в рисках и преимуществах. И что же произошло? У 15-ти из 16-ти сократилось количество язв по меньшей мере вдвое за 3 месяца до того, как они начали прием витамина С. У них было в среднем 4 язвы, но через 3 месяца исследования в среднем было менее одной. Затем они прекратили прием витамина С на 3 месяца, и язвы стали появляться вновь. Они снова начали прием, и возникновение язв снова сократилось. Как насчет местного применения, например, геля, содержащего 2% куркумина, желтый пигмент в куркуме. Гель наносили на язвы 2 раза в день. Это уменьшало интенсивность боли и размеры язв по сравнению с плацебо. По сравнению с гелем, не содержащим активного ингредиента. Но было бы неплохо увидеть сравнение с каким-нибудь лечебным средством. И от независимой исследовательской группы, не финансируемой производителем геля с куркумином. И вот оно. Рандомизированное клиническое исследование. Обычный 2% гель куркумина против рецептурного стероидного геля. И куркумин работал также хорошо, доказывая, что он может быть использован как эффективная и безопасная альтернатива стероидам для лечения повторных язв полости рта. Но, если вы помните, мед был лучше того же стероида, как и в лечении язв, так и в уменьшении боли. Поэтому, если вы хотите использовать что-то местное, мед лучше. Но что, если вы просто хотите что-то проглотить, и чтобы это не вызывало диареи? 31 пациент с язвами полости рта были разделены на две группы. 200 мг дрожжевого бета-глюканового волокна в день и плацебо. Это всего лишь 1,8 чайной ложки пивных или пищевых дрожжей. В группе плацебо не произошло значительных изменений. Тогда как в группе дрожжей язвы сократились почти наполовину. Так что это тоже можно попробовать. Если это из-за недостатка антиоксидантов, разве нельзя просто перейти на растительную диету с большим количеством фруктов и овощей и лечиться таким образом? Это никогда не исследовалось, хотя рацион на основе растений может также улучшить ситуацию. Если нет регулярного надежного источника витамина В12 в виде добавок или обогащенных продуктов. Например, у 30-летней женщины 4 года появлялись язвы. И она ела так мало продуктов животного происхождения и не принимала добавок, что у нее появился дефицит витамина В12. И она почувствовала слабость и усталость, анемение и покалывание. Поэтому ей сразу назначили прием В12. И, к счастью, ее симптомы дефицита В12 улучшились. Язвы также исчезли после нескольких недель приема В12 и многих лет страданий. Мы знаем, что дефицит В12 может привести к язвам с 70-х годов. И даже была сделана рекомендация проверять дефицит В12 для всех пациентов с повторными язвами. На самом деле, ряд недостатков в питательных веществах может их вызывать, если сравнивать анализы пациентов с повторными язвами и тех, у кого их нет. У более половины пациентов с язвами обнаружены гематиновые дефициты, то есть недостатки кровотворных питательных веществ. По сравнению с менее чем одному из 10 в группе без язв. То есть мы говорим о дефиците железа и дефиците флоатов в дополнение к дефициту В12. Итак, добавки помогли. Особенно тем, у кого не было этой болезни в семье. Окей, теперь было ясно, что витаминные и минеральные добавки могут помочь людям, у которых есть дефицит. Но может ли помочь витамин В12 людям, у которых нет дефицита В12? Очевидно, это так. Как гласит название, цианокабаламин – наиболее распространенная форма. Добавок В12 может быть полезным при лечении повторных язв полустирта. Даже когда уровень витамина В12 является нормальной. Группа из 72 пациентов с частыми язвами полустирта принимала В12, независимо от того, какими были уровни В12. И в 96% случаев им стало лучше. Как тем, у кого был дефицит, так и тем, у кого был нормальный уровень В12. Но контрольной группы не было, так что в любом случае неизвестно, скольким стало бы лучше. И они вводили В12 внутривенно, а инъекции могут иметь еще больший эффект плацебо, чем таблетки. Особенно такие, как В12, который имеет яркий рубиновый красный цвет в прице. Не было рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. В12 для приема внутрь от язв до сих пор. Тысяча микрограмм сублингвального В12 в день в течение шести месяцев. В итоге понадобилось пять месяцев. Но в конечном итоге продолжительность вспышек язв, количество язв и уровень боли были значительно уменьшены. И снова независимо от начального уровня витамина В12 в крови. Таким образом, из-за дефицита В12 или нет, добавки витамина В12 помогли. К концу исследования в группе В12 вылечилось вдвое больше пациентов. Таким образом, добавки витамина В12 представляют собой простое, недорогое, безопасное, эффективное средство, хоть оно и начинает работать через несколько месяцев. А нанесение В12 непосредственно на язвы, как показало рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, мази В12, наносимой на язвы, может как минимум значительно сократить боли в течение двух дней по сравнению с плацебо. И опять же, неважно, есть дефицит витамина В12 или нет. Продолжение следует...